итак введение в теорию чисел я думаю что у нас с тобой должны 50 на 50 теория числа 50 процентов комбинатурка 50 процентов судя по твоим судя по билетам в экзамене так хорошо писала далее теперь папа смотри как она записывается записывается она как фи но такая вот фи фи от числа фи от м фи от м записывается вот так вот эта штука записывается записывается фи от м и эта функция эллера мы будем если мы увидим это задачах это значит функция эллера именно в разделе теория чисел далее значение у нас ровно количество правильных несократимых дробей со знаменателем м мы даже с тобой каждый числитель такой дроби взаимно простым и давай запишем это в нотации а версона нотация версона помнишь вот это должно быть равно чему нотация версона это наши вот эти вот как бы это это надо с которой нам упрощать жизнь ну казалось бы он должна упростить жизнь да смотри один меньше равно ой что у нас что-то очень нотация версона ты кстати в прошлом руки записывала м м больше айки и больше единички то есть у нас айка зажата между м к и единички правильно далее здесь пишем ой здесь пишем такой значочек что значит значок это да то что мы начали с третьего листа писать я кроме факториала особо ничего не поняла дальше мой потом арифметик арифметика остатков ну принципе немного порт давай повторим давай полностью значочек давай едино на первый слайд где там у нас это самое что значит значок первый ну на какой там давай быстренько вспоминать просто урок ты смотри повторяешь перед уроками прошлые уроки да ну хорошо на каком на слайде будет это значок перпендикуляра внутри ну давай что значит что значок это значит покажешь ну что значок это значит вот вот формула вот мы с тобой записали нотация вот он теперь педикуля что значит у нас задачку я же написал те формула даты должны значить значение простых чисел какие числа веснаем простые какие числа являются простыми мы живут с тобой справа даже это писали с тобой да наверху а и н какие-то давно числа взаимопростые которые находятся у нас нижний предел у нас единицы меньше равно д меньше равно а число какому-то да альфа здесь у нас тобой вот и соответственно равно фи от н фи это функция или видишь скобки аверсона скобки аверсона нам помогают понять проще соответственно саму задачу из и саму формулу скобки аверсона далее теперь соответственно взаимопростые числа это ты понимаешь что такое да которая идея и на друг друга число является за простым по определению дожди какой как не должны быть свойства ну если у нас по ноду по ноду что у нас получается по ноду единица помнишь 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 я не помню записывай числа лязина и простыми ты не помнишь давай чисто является взаимопростыми если их not равен единицы нам нужно очень много проработать за нужно с тобой через число заботы комбинаторику и все варианты прорешать по тридцатки 239 вообще все варианты сложная задача может это прорешать только сложных простых мы не будем делать запомнила договорились пишем чисто заме простые так как их not и единицы сенот но чисел равен единицы числа являются заны простыми вот так можно сформулировать это определение чистыми простыми этих not равен единице подвери мне два любых числа которых not равен единице 4 например 1425 тазы на простые числа ну давай посчитаем чему рай наибольший общеделитель ты умеешь считать наибольший общеделитель я понял а ну-ка давай ка самом начало сейчас уже на перед выходим ну давай сейчас решим задачу идешь на первых быстро почитай ко мне ты написала я не вижу просто где-то пишу это не вижу два часа три называется взаимодием имя третьем слайде нужно 5 писать почему 3 час пинс но там было так чувствовать себя простыми если внутри на скопе тогда скопируй хорошо скопируем ставь туда на 5 так и и давай что посчитаем ноды ты искала лишь я знаю ноды да ну хорошо почитаем но для 1425 как пусты но будем считать расскажи мне алгоритм подсчета но до подожду ой как у нас я прям мне приеме хочется плакать от того что от нашего уровня школьной математики уровня образования в школьной математике сейчас в школах просто не про не нитью ли чисел не изучаете не комбинаторику не тервера тоже нет с масштабами в школе базовая семена началась 7 класса тервера масштаб и даже с 5 теория множеств вообще вас нету в школе да не теория множеств не комбинатор не теория числа не теория вероятности него статистики не не вообще там ничего нет логики даже мат логики у вас нет школе хотя должна быть раньше в ссср был это все вообще ты говорила будьте вероятностью у нас будем отдельно проходить итоге вообще тебя должны будем сдавать что-то ничего вообще не было ничего не было ничего не было на экзамене по любому не проходили как она обещала это неважно так заведем встретишь это уже никого не волнует это уже никого не волнует давай 14 и 24 до 25 просто не дам тебе два четных числа чтобы эти там и там в отчетах получилось не скажу на ноты костей круглоскопочки 425 пишем вот круглоскопочек 725 пишем но . 425 там надо запятую поставить не точно запятой не надо может запятую поставить слушай там не рассказываю вещественные числе не принципиально там обычно пишут но можно и точку запятую можно запятую хорошо ничего ничего страшного далее пишем равно и как раз равно ты будешь считать уже снизу вот сейчас самолетик у тебя пойдет равно самолетик будет где-то рядом обычно на билет на бумажке должны смотреть это рядом далее давай быстренько что нужно чтобы как решать будем задача начали эти числа разложены простые правильно давай действуй четырнадцать два семь здесь только остается 7 молодец молодец да на 5 до правильно правильно опять теперь правильно 5 5 5 1 все это такой молодец дадись хорошо до 2 на 7 до 25 нас это ты прям где применять ног а где применять нод нод это напряжку за мной просто простоты чисел ноки это у нас кратность чисел 5 в квадрате хорошо дальше ног на дико для двоих будешь ног искать или не будем сказать твой ног давай ног найдем для 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 наибольшего общего кратного для множителей 2 и 5 и 7 и 5 найдем ноки для 2 и 5 и 7 5 2 ног и найдем готова нод мы нашли что у нас но до общего не туда у нас в нет на нет но до нет общего до молодец зале у нас вот его если что мы видим с тобой это здесь единицы здесь и не сайт низ и что может зацепиться вот это не все это неважно смотри пишем ног для 2 и 5 ног и для 7 и 5 давай ног 2 и 5 у тебя нужно взять вот так вот вот два вот здесь 5 вот здесь 7 здесь 5 должна ног найти для 2 что-то делаешь такое после множества рисуешь нас есть но 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 у нас и двоих есть ноду давай давай пишем ног 2 и 5 ног 7 5 можно конца еще не все не все решили когда ты пишешь мне здесь равно будет черточек нам не равно она же они же есть нод общий они же есть нод общего числа есть общий нод давай ног и нод внизу пошла должно ниже 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 не надо сюда лепить ниже там под 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 25 равно 5 квадрате там там пиши ног ног 2 и 5 и ног 7 и 5 чему равен пустяк отвечаем в любом случае ты уже видишь что нод нод у нас то есть понятно что мы можем уже утверждать что есть у нас в ноде не получилось общего да мы можем утверждать что что можем уже отверждать что общего надо нету незамепростые за что у них единицы значит они у нас взаимопростые у них единицы правильно все это мы уже можем утверждать но пока это утверждать не будем еще еще рано но уже можем утверждать это по сути ты же понятно что у нас нету объема посты да ну давай до добьем через нокки еще это нужно проработать через ноки поехали найдем наибольше общекратное множители для 2 и 5 и для 75 до 25 и какой будет наибольшей общекратная мы отдельно на 575 это все конечно конечно отдельно давай ног 25 чем райан а ты думала чего вот так написала если все нет не лепим не лепим не лепим ну давай пять ног 75 спеши нормально ведь давай пишем здесь равно будет да здесь можем это и собирать здесь тоже может это брать вот это лучше так как-то считала он тащила ног они так простые же числа делятся только на единицу на самих себя и в ногах мы берем из каждого разложено простые числа это произведение их это их произведение 2 на 5 10 это произведение то есть мы раскладываем каждое на простое число но она уже является число мы уже не можем заложить еще проще да да тебе нужно просто найти наибольшей кратной для множителей для наших англия наибольшей град для множителей для первого наибольшей брат на какое для первого наибольшей кратное начне и давай найдем наименьше кратно для обоих для двойки это будет 2 наименьшек родная для пятерки будет это 5 наименьшек род надо для два кисниле и следующие число будет наименьшее кратное 4 следующие 6 еще 8 на мешк tuned а потом десять а потом уже 15 и мы с тобой соприкасаемся на пятерке на второй итерации да она дойки мы соприкасаемся наименьше кратная на 5 итерации то что мы находим 2 4 6 8 10 5 итерация правильно ну итерация 5 мы с тобой ну итераться так как цикл типа мы типа на 5 это раз доходим до нашего общего кратного то есть до 10 до она на пятерке мы уже на второй цикле доходим и поэтому их 10 будет общая да то есть ты можешь выписать вообще все но тебе не нужно где ты можешь взять произведение 2 на 5 получше здесь теперь ног найди для для второго ног то есть наименьше общей наименьше общекратной nokia до 75 но здесь тоже все правда понятно что это умножение это по моему даже ежу понятно да ёжик тебе понятно и понятно что мы все разложили мысль намного простые поэтому их произведение является ногам ты не можешь ничего сделать с этим ты только можешь взять их произведение ног в качестве ног а потому что они это исходя из тюли чисел то что они уже простые оба мы не можем подобрать такое число которое там допустим 7 на 2 получается то есть мы не можем получить из простого там допустим какое-то сложное число то есть составное число до а что такое это число это уже как бы понять и сложен числа с того число и допустим кое-то черное число там с 14 там или там 10 и так далее а то же самое число 40 числа далее ну вот получается 10 35 да правильно что дальше что дальше получается но для 425 является произведение всех простых множителей который входит в разложение обоих числа в наименьшей степени то есть но так как у нас нет общих простых множителей да мы что пишем с тобой так нет общих простых множителей а число является простым точно вот так у нас нет общих множителей мы выписываем единичку поняла вот единичка так тут будет единичка у них так как у одного них нету общих этих самых множителей у них будет единичка и ты поэтому числе является звены простые окей пишем равно дениса потому что нет общей простых множество так и запиши обязательно и идем на первых и пояснение напиши что давайте помогу пояснения даже крупным крупным что проверка красным красным прям напишу тебя вот так напишу сейчас как бы мне это сделать красным цветом можно красным записать не знаю вопрос хорош кстати короче смотри проверка 425 является не делится ни на одно общее число кроме единицы правильно это проверка такая будет так 445 не есть ни одно число кроме единицы они являются вывод давай быстренько вывод какой они себя быстренько выводят простыми они являются взаимопростою блин потому что у них нет общих множителей единицы нету ничего не делится ни на одно общее число у них нету очень общего числа кроме единицы а все все на первых мы там начали говорить про функцию эллира правильно что же она делает это функция к счастье с ней работать дай мы с тобой поймем какая как все еще работать этой функции эллира давай потому что пока еще не понятно что там с этой функцией делать так функции по каждому количество цифр взаимно простых с м и не больше м правильно ну давай мы с тобой уже на какой-то примере мы с тобой сделаем то есть мы функцию эллира кладем число да и что мы что получаем если мы функции положим кучу число на первое число и за этом 2 давай клади функцией лера число число 2 клади ну или число 1 например сначала клади давай следующий слайд 5 слайд функции рэмут начнем функции рэра делать вот мы записали даже функции эллира от м равно сигма ой м взаимно простые где где соответственно м будет щемить ой но больше единички то есть айка будет зажата между м и единицей да молодец давай мы попытаемся понять как вообще эта форму работает то есть у нас число им нужно больше ой ой должно больше единица или равно единице и а м мы скажем что это зами простые числа давай функции или напишем мнение ну короче либо фи либо фи пиши либо фи либо фио так пиши либо f как функция эллира вот либо как функция эллира как бы так пиши ф вот тут как тебе удобно уже либо фи либо так как f как то что написала это какая-то козелька давай до сосредоточиться что нам с тобой знаешь сколько вообще нам нам и функции эллира делимость чисел и вообще комбинаторика там пусть за рог сколько нужно делать давай пишем функции эллира равно пишем и по 2 равно чему вот мы функции или положили число 2 она нам что должно показать это функции эллира она считает число чисел давай-ка мы запишем слышишь что на считает так он запишем ну дула сейчас эти звони друзья значит одно вот смотри функции эллира вот это делаем угол эти такая буковка я же преподаватель больше не выдавать я тоже такие буковки будут что есть клавиатуры с греческим алфавитом у меня скоро у меня скоро и стилус будет до сколько чтобы описал вам носки электронный стилус будет я потом куплю ты не можешь покупать доску для мела а потом ее вести какая доска для мела куда вся килограмм или 30 не знаю давай ff2 ты кладешь функцию f2 что дальше 1 давайте даже давайте определение напишу функции считает число чисел м таких что один меньше равно м меньше равно n да и not то есть not но должен быть м н равен единице до считает количество чисел таких давайте просто и слайд пишу даже определение смотри вот определение то есть мы запомнили пожалуйста что согласно определению определению функция эллира это получается это количество целых чисел от единицы до n взаимно простых с n то есть это количество простых чисел один да это какое мы пишем единственное пишем и единица это единственное число взаимно простой с двойкой правильно и поэтому количество функция показано одно хорошо далее теперь следующее пошло опять функцию кладем число функцию или кладем число лишь как вишка как вот когда функция это тени программирование просто в математике пишут буковку f а считаешь ты в голове уже они программа насти читает тут и в программе написал бы функцию до дефф это пожар аргумента а здесь так не работает в математике ты должна сама вот написать функция f пойдешь туда аргументы даже аргумент функции правильно и да и давай чё тебе функции ретернет покажи мне что то что наша функция ретернет анисия не знаю посчитать сколько сколько она должна на количество вернуть нам количество целых чисел от единицы до н взаимно простых сцен но мы взяли только соединиться и стройкой но уже число должно быть не больше самого числа n поэтому 1 опять какие числа у нас взаимно простые с тройкой но меньше чем тройка 1 и что еще за простой строк еще что есть кроме единицы 2 до опять забываю что если у них нет этого но они же not 1 правильно да да они за простые да давай отрезаны простые числа правильно далее пошла дальше что ты делаешь что ты делаешь даже функция что нет и наша функция что наша функция ли тернет отвечай они себя тindo нет что дети он читать определение читай определение что ли тернеет наша функция два числа нет что определение читая определение холл севера fn от натурального числа это количество целых чисел что летел это на количество целых чисел а это что значит а сколько в чем выражает это в одном части выражается количество да так значит что наши функции тёрнет 2 да то есть наша публика сказала 2 1 написал , 2 и потом 2 из определения писать вот ты чувствуешь как считать определение сложно пока пока читать определение просто изи я быть просто написано и так да ты чувствуешь как я разделить определение написал что типа чё на ретёрнет видишь как изи-пизи далее давай последний на функции радовать тебе дам свойства функции или будем писать на не будем не успеем ты уже понял как она работает давай f не знаю давай посложнее да вот так вот вот так вот только быстренько решаем следующую тему вот быстренько решаем идем на следующую тему слушай ты мне алгоритм эфклида сможешь сказать ладно 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 не надо чуть-чуть чуть-чуть хочешь скажешь мне алгоритм эфклида позже давай давай мечтаю 7 нет мимо нет 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 ты промахнулась ты так как считаешь что вообще в уме смысле в плане просто как комбинации в голове прокладываешь там все как да ясно смотри на один простое 12 делится на 3 до 4 в голове то пошла внизу можешь выписать и потом стереть 11 12 взаимопростое да да далее следующее простое число пусть единицы 2 12 взаимопростое нет нет не взаимно дальше 4 опять же не взаимно 5 взаимно до 706 понятно предупреждает 6 7 7 8 8 не надо 8 12 уже они из и на простые там уже много делителей будет 9 чувствуешь опять тройка появляет в девятке дети еще не появляет чувствуешь там 3 и там 4 будет там 3 3 1 верно тройка другой да да 11 молодец сколько получается чё функции тёрни твоя 5 проверить еще раз список свой чисел один согласен 4 5 список проверь внимательно список проверь где ошиблась внимательно где ошиблась ку-ку 1 согласен 5 согласен давай быстрее давай где ошиблась слух говори 1 по согласен и 2 у них есть общие 1 согласен 5 согласен значит дальше уже отрезали числа да идем дальше проверяем 6 не взаимопростые 7 ты на простые ну 8 и 2 8 они оба четные они не могут взаимопростые они оба четные 9 ты на простые просто есть можете плохо математику знаю как можете отделить но 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 здесь чтобы не так точно ладно докажи мне что дети 12 на простые докажи мне это хороша докажи ты меня во сколько ложишься спать я вчера легла в 10 слушай мне в небо так мне бы так ну вчера просто получилось обычно и на я не сплю понял ой ты делаешь но почему они не взаимопростые что них есть общий у них конечно же есть и у них есть разложение по множителям простого числа у них общее есть разложение можете у них есть вообще просто число естественно взаимопростые числа то какие числа нет но живых равен повтори которых на одному единица лучше говорить единицы на как математик будешь мне говорить смотри но который равен единицы то есть это взаимопростые числа правильно а здесь у нас по ноду какой ноту двоих жду ответ нот какой у них общий куку них куку какой ноту нет что ты там путаешь вот какой общего них нот наименьшую степень берем из общего числа помнишь тройка ну конечно же ты можешь до спидеть на 3 правильно да да ну и вот и все ты говоришь ноды ноки знаю ноды мы берем наименьшую степень общего числа правильно но давай алгоритмы алгоритмы структуры данных пишем а нод это когда мы берем наименьшую степень общего числа наименьшую степень там степени меньше единица по степень двойка естественно не можешь взять двойку степень правильно мы соберем наименьшую степень что это ноды а если ног то что берем в ногах и большую степень каждого числа наибольше общих доберем наибольше общего нужно быть общей вообще здесь здесь мы общие еще выкидываем помнишь мы здесь выкидываем общие а там общие выкидываем ногах помнишь да да такие дела видишь какие дела у нас с тобой и так по итогу то что мы доказали с тобой что 12 9 снизу числом нет функции рера 12 чему равна return и что быстренько время время и 5 будет да какой 5 5 ну давай покажи мне докажи мне 1 согласен 5 согласен докажи мне тогда докажи что девятка это является простым числом 12 или тушь доказала одному значит и не взаимы простые а ты га ты чудо списках по счету списка до включила девятку доказала обратно что девятка нету в списке даже после этого когда я доказала и все равно что функции ретернет у тебя тоже 4 все 4 ведь он и знаете конечно 21 естественно это простые естественно что 11 это просто число правильно у него только делитель если мы число 1 а 12 до 11 придет не можешь потому что это получится просто яс то с остатком что какой-то дробь получится непонятное далее ну вот оказали f понял поняла как функции работает да побольше мучить функции рера конечно хорошо надеюсь он и узнает хотя теории числа где нигде он учился ссср поэтому его через у него может быть поэтому но тут под вопросом вообще на самом деле может быть не реально телечиси было так далее следующая тема пошли следующая тема сейчас я тебе дам знаешь что вообще вещи с вот так сделаю к у меня есть прекрасная еще для тебя соответствую документация потеряю численности скину лично твари что мы здесь видим давай мы сейчас я тебе старюсь так красивую картиночку что красивую картиночку видно но понятно что у нас целое число да мы с тобой очень любит на z к вот и мы сейчас с тобой говорим про модульные модульной арифметики то есть когда мы с тобой получаем числовой то есть переходим к числовой окружности и разбиваемую на равной части как циферблат берем цифру окружности разбиваем ее есть арифметику целых чисел обозначают как за за этот у нас арифметика своих чисел то для арифметики на циферблате мы с тобой напишем что с n делениями используется обозначение z делить на nz это арифметика соответственно будет в рамках именно на циферблате арифметик на циферблате с н делениями до н деления у нас будет с тобой то есть там деление будет очень n количество где n это число которое мы выберем далее исчисление времени мы что будем использовать такие арифметики то есть считать минуты допустим там за делить на 60 за да если мы 100 минуту будем считать правильно на циферблате если мы с тобой не спустят часы мы будем за числа за делить на 24 за если вы не стоит месяцем и использую за делить 12 до формула а ты что думал это чисел ты что думала сейчас ты думала складывать или что сейчас вот такая представлялась у нас то будет 24 за и вообще никто уж нигде не в школе не в институте но не поэтому у нас делается теория числа с было у нас его теория числа была в рамках алгоритмов это у нас учреждение да умничка сейчас смотри и дни недели у нас будет за 7 за если что это у нас целые числа за хорошо для компьютеров мы используя двоечных систем учисления правильно 10 с тобой использующие учреждение это понятно основная то есть нетривиально арифметика тривиально арифметика дорога арифметика но это которая подставляем 0 у нас получается решение дает тривиальное решение реально арифметика материальные медика то что мы часто вы проходим далее начнем с чего-то простого начнем с отрицательных чисел и формальной дроби то есть нам нужно будет с тобой в арифметике допустим z делить на 5 z из 5 элементов у каждого элемента есть противоположный то есть такой который у нас сумме дает ноль что это значит значит что у нас например вот например мы напишем следующий давай на следующем слайде слушает и теорему фирма готова со мной обсудить теорему фирма ладно насадят на затравку но это жестко смотри у нас есть такое за за дели на 5 за что вот что получаем то есть из 5 элементов у каждого элемента есть противоположенный из 5 элементов у каждого мета из противоположные то есть такое что в сумме они дают 0 минус 5 из 5 да напишем допустим что у нас получится у нас получится единица у нас будет противоположный момент какой у нас один смотри на самом деле давай-ка мы с тобой немножко сейчас переформатируем нашу голову да а да сейчас подумал как мы как мы с тобой это сделаем то есть противоположный из которых сумме нам даст 0 это понятно что у нас к единице будет минус 1 а что если мы с тобой сделаем так если мы скажем то что у нас включает себя и отрицательные числа если мы допустим сделаем такую последовательность такую последовательность например сейчас 1 равно минус 4 2 равно минус 3 2 равно минус 3 3 равно минус 2 4 равно минус 1 вот да это так сделаем и так сделаем с тобой систему ленинг равни насчет построим а x равно б стим ленинг хранит имя знаешь да но поехали мы с тобой запишем это формальной дробью запишем что x равно чему вы вы выразим x выразить на да ничего сложного выразить на и вообще пишет ты у меня чё так минами пишешь а что значит мы с тобой получим формальные дроби да мы получим формально дроби для того что получим для двух мы получим одну третью для двух мы получим а заряд ся то бишь иначе говоря три четвертых мы получим здесь с тобой вот для для трех моста получим 3 выта получим 1 то есть четыре третье мы для трех час я смотрю смотри сейчас и для четырех моста получим 1 4 то иначе говоря три вторых это все эквивалентно 3 вторым и это все эквивалентно двум третьим это все эквивалентно двум третьим далее следующий момент теперь давай мы с тобой обсудим большую терему фирма на начало на сцене начинать нужно с маленькой теремы фирма но сейчас давай-ка знаешь что мы с тобой сделаем я буду загибать пальцы а ты мне будешь говорить знаешь ты это или не знаешь сейчас комбинаторика сложить умножить ну конечно всяками а только в мимо до далее алгоритм евклида и остановите и основать или теорема арифметика простые числа простые числа знаешь далее алгоритм евклида поэтому что а это что мы тогда хорошо определить просто решение надо учатся на вопросы ты быстро отвечаешь определение простого числа который делится на саму себя и на единицу до единицы является простым числом да нет почему пишем 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 иди сюда пиши на девятом слайде единица не является простым числом потому что по соглашению по соглашению это . это все это ответ математики договорились что единицы не простым число здорово тебе-то не то и лично не сказали она же делятся на самой себе а ну хотя блин здесь опять спорные вот эти вот единички нолики блин это соглашение математиков соглашение ты читаешь соглашение кажется нелогичным но денис и лица на себя на единицу да то есть то есть единица сама на себя уже делится вот это же в этом подумать она не может делиться на единицу просто она она выполнять вторую условию делится допустим на единицу но не на себя на себя на тоже делится но здесь все очень абстрактно потому что поэтому по соглашению не является простым числом здорово да далее что такое составные числа определение просто числа мы написали это определил простого числа сейчас было определение простого числа теперь составное число далее теперь составное число пошла 100 число это число который имеет давай основное число это число который имеет 3 и более делителя пишем 100 число это число который имеет 3 и более делителей слушай нас они я бы я бы довел тебя в понятие большая терема фирма и сделал бы немножко ну так это как-нибудь просто конечно если папа точно находится рядом услышит то что эти обычно большую терему фирма это вообще вузе где-то не знаю там где-то вообще изучается большая терема фирма это то же самое что мы часто будем обсуждать что доказал перельман круто круто смотри так вот число это число который имеет три больше делителя молодец далее теперь поговорим с тобой про одну задачку готова решить и потом пойдем на следующую тему уверен что мы решили одну задачку и нормально не переживай все хорошо я люблю математику буду до конца урок и неожиданно я люблю математику значит все в порядке давай любим тебя не готов и заниматься бесконечно бесконечно пишем все конечно даже две задачи давай сделано все конечно вселенная бесконечно или тоже конечно развитие математики конечно такие вопросы утверждаешь то что все конечно я тебе ставлю контур аргументы с отмом последняя что нашли типа но на кварке может раскладываться на это еще не особо это доказание есть вообще конец делению этих молекул может конечно это будет интересно конечно но это хорошо что ты знаешь что что на складке нашли даст действительно там поделили еще одна и намечаешь не делим частицы а так варк да но до к оборуду нету чтобы пока что еще дальше идти мы можем мы можем сказать что она дискретно она может быть дискретно дискретно величина то есть какая-то а может быть какая-то дедом непрерывная величина то есть ты можешь до бесконечности тебя чисел она будет дискретно в рамке каких-то чисел не может делить до конца у тебя будет появляться с годами аппаратура такая которая будет расщеплять еще больше атом там на кварке на еще какими-то частице или мы и ты будешь просто дальше 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 расщеплять частичку еще меньше еще меньше еще меньше получать и так ты можешь получать еще меньше тех interacting правильно и все значит значит бесконечно ты не можешь перед куда-то ты будешь постоянно еще меньше еще меньше ты будешь под микроскопом еще больше увеличить еще больше еще больше вещь и ты будешь идти до 0 0 0 0 0 0 0 0 1 микрона микрон это что такое низ измерения ладно мы с тобой счет начали обсуждать физику это не самая лучшая идея ты знаешь что пишем порешаем к с тобой парочку задач до нас теста на числа это детский сад системы чтения тоже детский сад диафанта выравнения это тоже детский сад но мы с тобой диафанта выравнения должны должны пройти теория сравнения мы с тобой прошли но хотя нужно и повторить теорию сравнение обязательно где-то там по моду по моду по моду делаем да то есть вот по моду по модулю мод и нам нужно сейчас проговорить теорему фирма и проговорить с тобой пару задачек из алгоритма эвклида и оснастили теоремы арифметики и так определение мы с тобой дали давай быстро найдем все простые числа которые отличаются на 17 не жесткая жесткая давай мы с тобой найдем что ведь найдем или докажем в те что лучше нравится доказать или находить 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 а доказать не очень любишь да ладно давай да действительно давай тогда найдем все простые числа которые что 17 давай да конечно ты мне должна сделать найти просто числа которые отличаются на 17 который отличается на 17 значит значит я к счету надо в лоб и решать ты готова в лоб решать ее или не надо это уже звучит а ты думал так ты думала как она вот только начало начала диапанта выравнение нужно с тобой знать нужно знать и я большую тюрема фирма окей и я не закончу рак пока мы не приговорим про диапанта выравнение пройти большую тюрема фирма не закончу рак мне мне не важно а что ты хотел это вот да так давай давай надо возрослеть получается да как пишем пишем нам нужно найти получается все простые чист которые отличаются на 17 но это значит что сейчас так как мы будем это решать это первое наименьшее число которое отличается но от какого числа нужно сейчас нас рука друга типа и что ну вот вот начинается уже логическое размышление правильно давай начнем как-то это самое известно что нам нужно что у нас известно вообще если у нас сейчас было число расти то но число на формуле по формуле от него какое-то отличается на 17 потом следующее следующее же не будет отличаться на 17 от первого числа смотри как мы будем что решать мы вырешать интересно нам нужно с тобой например сделать так нам нужно с тобой известно что у нас п это просто число нам нужно вывести какую-то формулу мы известно что по просто число она делится только на единство сама себя нам нужно что значит нам нужно будет из формулы то есть хотя бы одно из число п плюс 1 или по минус 1 делится на вот на это 7 на 17 да то есть должно делиться по плюс 1 и по минус 1 делится 17 то То есть нам нужно найти все простые числа, которые отличаются на 17. Что значит отличаются на 17? И нам нужно понять, что такое является простым числом для начала. То есть простой числом, если вы выявили, что это n плюс 1, n минус 1. Это выявляется простое число. Где n это у нас что? Например, это у нас четное число. Вот мы из четного числа добавляем 1, получаем нечетное число. Смотри, например, 4. 4 плюс 1, 5. 5 простое число. К любому четному числу ты добавишь и отнимешь единицу, ты куда попадешь? Простое число. Ну, нечетное. Это простое число? Нечетное это простое число? Или это какое число? Или нечетное это не всегда простое число? Не всегда. Не всегда. Подожди, подожди, подожди. Не всегда. А как, допустим, 15 это четное число? нет нет ни четное число является 15 простым нет нет потому что там делители будь здоров там и 1 и 5 и 3 все как положено ладно давай я короче тебя бы начинает потихонечку вот скажем так пробуждать известно давай ведем понятия здесь что у нас появляется простым числом мы с тобой это знаем уже да здесь что появляется простым числом и она у нас имеет ровно два различных натуральных делителя это это получается какие два ну у просто числа 2 2 различных делителя 1 натуральный делитель это естественно саму число сне и автор от родителей это у нас единичка мы с тобой это знаем правильно известно что появляется натуральным числом мы говорим что мы говорим что перестроим числом да здесь что у нас появляется простым числом простым числом по это просто число так давай дальше с тем числом сейчас и она имеет ровно 2 у нас делителя мы знаем это два разных натуральный делителя правильно это само просто число это единица у каждого просто числа есть два разный делителя это само число единица правильно далее нам нужно найти просто числа разницы между которым состоит 17 как мы с тобой будем это решать то есть первое число которое отличается 17 это какое это собой 17 это 17 сама до которой считается на спирт число которым получаем это 17 хорошо пошли нам нужно смотреть с тобой следующее п и п плюс 17 п и п и п плюс 17 нужно рассмотреть такую как бы сделать эту саму комис therapist исполнять фо формула то есть там нужно с тобой будет сделать все еще форму там нужно что будет если п-9 счисло и п плюс 17 также будет вас и числом так как они имеют одинаково количество делителей по этому если мы с тобой найдем все простые числа отличающие 17 начинайте 17 добавляя к нему кратно 17 мы получим все простые числа то есть там нужно будет сделать так например 1 18 руб по 17 причина spatula меня с 4 Третий у нас будет 17 плюс 2 Умножить на 17 равно 51 Четвертый у нас будет 17 плюс 3 Умножить на 17 получается 68, да? Правильно? Ну там просто выпиши немножко хотя бы Давай Так мы это просто числа будем Я знаю, да Пока что, пока что Нет, задача не так просто решается Я думал это вот так щелчок пальцев и все, нет Да нет, и не думал так Давай, давай, давай Надо это все, я же сразу, я же ответ на тоже не знаю Нужно это все разбирать Это же мы в риалтами все решаем Это же не просто где-то готовые решения Готовы ответы Мы сидим вот с тобой и голову ломаем над этими решениями Ты сам Откуда ты взял задание? Берем с тобой, да, задачи классические из разных учебников И их прорешиваем Да Ответы я сам не знаю Сам придумал Ну и не иногда, я сам придумал Иногда я что-то беру из учебников, конечно Самому не всегда еще Ну то есть бывает иногда, допустим Мысли в голову не дут Приходится использовать учебники Давай Определите просто, что мы знаем Давай, здесь второе число Простое, как мы с тобой сделаем 17 плюс 17 Ну, ПП, это понятно все То есть, да П плюс 17 у нас получается формула То есть 17 Давай формула, следующее число Первое число мы нашли Условие такое, что Пусть П будет равно 17 У нас условие следующее Так Найти все простые числа Которые отличаются на 17 Это условие Все простые числа, которые отличаются на 17 Это вот такое условие у нас, да Такое сложное у нас условие дали Поэтому Понятно, что Одна-то Сложно решить А вместе проще решить Итак Так вот На самом деле Если мы говорим про Если в задаче было пропущено слово Пара чисел То ответ будет простой А если в задаче не используется пара чисел То есть задача именно конкретно составлена Написано Найти все простые числа Которые отличаются на 17 Решений будет много Но если вопрос про найти все пары числа Которые отличаются на 17 Тут несложно, да Одна пара числа Отличающаяся на 17 Это 2,19 2,19 У нас будет одна пара числа Которые отличаются на 17 Одна пара чисел Вот То есть У нас будет 2 И 2 Плюс 2 П плюс 2 П плюс 2 Получается 19 2 плюс Все простые числа Должны Все взаимно Ну Друг от друга Отличаются на 17 Да То есть Согласно доказательству Если мы с тобой найдем пару чисел То это один вопрос Пореши дальше мне Пиши дальше Если мы говорим про все числа Давай 17 Быстренько 17 Плюс 17 Давай Почему я должен писать? Следующий Пошла дальше Вниз 17 Плюс 2 Умножить на 17 Следующее число Нас какой получится Давай 17 Плюс 2 Умножность у нас Получается что? Дальше пошли Дальше пошли Потом 3 Подставим Седадим И так до бесконечности 17 Плюс 3 Умножность у нас И так до бесконечности Пойдем с тобой Буду да Я и буду так Семь писать до бесконечности Но это если Задача Задача Соответственно Именно Корректно составить Задача Такая До бесконечности Считать Нет Это Ты можешь Показать Просто основу Арифметики Если ты покажешь Снова арифметик Как вычитается По формуле Это уже 5 ставят Допустим Там находишь Первые 5 И достаточно То есть Таким образом Ты продолжаешь Добавлять К 17 кратное число 17 То есть Ты к 17 Добавляешь Кратное число 17 А кратное число Получается Благодаря тому Что мы умножаем Вот это Любое число На 17 Мы всегда уходим В кратное число Правильно? Всегда Мы если к 17 Добавим Число Которое умноженное На 17 Мы всегда получим Кратное число На 17 Всегда Потому что мы умножаем На 17 Потому что это число Всегда делится на 17 Правильно? Если число умножается На 17 То она и может Делиться на 17 Согласна? Да Таким образом Последность Простых чисел У нас получится Там 17 И 4 И 51 И 68 И 85 И так далее 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 Вот там очень большая Будет Вообще Это задача У нас идет Из класса Повышенной сложности Матан Это самая Угубленная математика Это все ли чисел Алту Алфутова Этого учебник То есть Это повышенной сложности И задача Но ничего страшного Мы в любом случае С тобой уже Составили Это самое Какого Составили с тобой Какой-то ход решения И это хорошо Так Далее Next Теперь давай еще Поговорим быстренько Про теорему фирма И большие числа И на этом закончим Да Поговорим про теорему фирма И небольшие числа И на этом закончим Мы решили это знание Да Конечно Мы чтобы нашли Пару Мы чтобы нашли пару Это 2 и 19 Это пара А все числа Это вот у нас И они до бесконечности Пойдут у нас Туда вот Туда может прям Поставить многоточие Мы что алгоритм Мы же что алгоритм решили Вот же алгоритм Поиска простых чисел Которые кратные Которые у нас Отличаются на 17 Правильно? Так еще раз Как он пару нашли? Ну 2 плюс 17 Получать 19 Первый это 2 число А второй 19 Это пара Почему мы 2 взяли? А как потому что Просто единицы непростое Там же написано Что надеть все простые числа Которые отличаются 18 Так все простые числа Отчасти на 17 Первый это 2 Потому что единицу Выкидываем Это непростое число А второй 19 Правильно? Понятно Это пара Которая у нас Отличается на 17 Все Так Смотри Теория чисел Это сложная Вообще раздел Ты тоже чувствуешь Но комбинаторика Будет еще интереснее Я это давно уже почувствую Комбинаторик еще будет интереснее Хорошо Давай-ка я тебе сейчас Дурацкие вообще Вопрос задам Ну Найдите все простые числа Сейчас Сейчас Я знаю Да Найдите все простые числа Которые он отправлен Суми двух простых чисел И разности двух простых чисел Готовая Жестко сейчас будет Найди Я знаю Что она сейчас Ферма И это самое Я никак не могу стоить Мне нравится математикой Люблю ее Давай Нам нужно найти Все простые числа Нам нужно найти Все простые числа Давай И я Найдем Пойдем в Терема Ферма И там еще Китайская тенема Обосадка Она должна быть Еще Да Ну а как бы Я за тебя Решил Задачу Я решил Задачу Мне это не нравится Ты должна решать Задачу Все Давай Те еще Слайд Да Еще Будем все простые числа Еще Будем Микита Стирем Остатках Лишать Это будет Круто Ура Так Ура Смотри Которые Которые Нам нужно С тобой Найти Все простые числа Которые Которые равны У нас В сумме Двух простых чисел Блин Которые равны У нас В сумме Двух простых чисел И разности Двух простых чисел Которые равны В сумме Двух простых чисел И разности Двух простых чисел Окей В сумме Двух простых чисел нам нужно сначала обозначить два просто числа как мы обозначим у нас будет типа одно число это п классика да простое п простое и кью кью у него не похожи пожалуйста они похожи буквы путаешь две буквы нет и не путают просто не похоже на нее в разные стороны смотрит они все равно у них одинаковые силы нет смотри на меня видишь вот здесь я же здесь сделал по-другому кью как француз и написал кью вот смотрим 1 далее по это просто число кью это тоже вас отец просто число то есть нам нужно обозначить обозначаем два просто числа до пишем простое число пр ч это же пр ч простое число правильно два просто числа нам нужно по условию задачи нам нужно найти дальше сама уже думай как только быстренько давай надо минут на задачу давай быстренько равны сумме разности двух простых чисел суммы разный простых чисел ну давай ну чего там p равно введем понятие а плюс b 2 просто числа складом правильно все простые числа которые равны сумме и разности двух простых чисел дай был компакт не как-то у нас в опять сумма простых чисел разность простых чисел ведем вот еще две переменные c и dp же не пью у нас это у нас будет два просто числа по и кью сейчас они у нас будет дальше далее ну и такое чувство что мы решили задачу за минуту мы не решим это значит минуту так так вот например нам нужно что сделать нам нужно будет на сами задачи на решать достаточно долго я думаю что мы с тобой это сделаем тогда уже все еще урок а сейчас перейти как мы закончим я веду два понятия дерева фирма давайте рим фирма поехали я я на уроке в большой телевую фирма доказываю хоть скажу даже не доказывай я хотела понять пройти туда ладно поехали так что это за сектантский это поток саде большая дерева фирма давай ваша телевую фирма гофе зачем что в в целом уравнение выравнение целых чисел за за уравнение у нас есть уравнение такого вида смотри в сравнении есть вида следующего xn кстати еще есть мало телевую фирма кроме большой еще есть мало телевую фирма x x вины степени и крик вины степени равно z вины степени не имеет нет ревиальных решений при n больше 2 пишем n больше 2 есть какой-нибудь 3 нет реально решения чтобы вот это вот у нас уравнение выполнялась n больше 2 то есть каждый член у нас будет 3 например 3 до например мы стану какие-то два числа например это будет у нас не за там ну да при единицы да и и единица поселиться получается у нас с тобой что 22 не равно единицы правильно тем более тем более ну то есть хорошо а какое у нас есть нет реально решения чтобы у нас выполнялась уравнение то какое мы должны какое взять целое число здесь в качестве x y и z степени уровни же выполняться должна поставить какие-то переменные в x y и z и должно выполняться уравнение какие-то чисто поставь например один единица не выполняется то что 2 получается да двойку поставляешь везде что получается 2 3 2 3 8 8 2 3 8 16 не равно 8 правильно 16 не равно 8 8 такое можем с тобой взять x y и z чтобы выполнять наше уравнение ну любое число скажи мне бурни выполнялась может любой до берем и захотим ну да чтобы было одинаково везде ну любой число должно быть равно сумеете да да при при еще больше двух еще плену пыш да давай какое если решение нас подходит ну и x или 24 хотя блинся в третью степень возводим если что которое подходит который посадишь во все три у тебя получается ответ одно число 2 каждые два в третье два в третье получается 8 плюс 16 не равно 8 единственное число у нас в математике единственное какое число нас единственное математике особенно 1 0 0 я не знаю ты поставь уравнение посмотрю что получится степень же у нас везде будет одинаково да если мы куда число уже до 3 будет везде например так вот какое число по итогам представляем с тобой единицу 0 что поставляем в уравнение чтобы она выполнялась но математики должен тысячи лет над этим решением на самом деле мы такая что можешь подумать чуть-чуть но урок у нас давно закончился с 1000 докажете его фирма можно я на суде подумаю что не хочу сейчас сразу если не додумаюсь ты скажешь так я хочу сама додумать так один или ноль чтобы выполнялась хотя бы вот сейчас вот хотя бы чтобы выполнялась так мы подставляем число вот выйти жена еще раз числа не в степень не запуталась вот мы выйти на поставляем да поставляем правильно шо сейчас тогда 0 до а ты можешь мне доказать что эта штука не имеет нетривиальных решений что такое тривиальное решение не знаю это когда ты подставляешь 0 это реально решение повтори повтори решение это тогда 0 и получаешь ответ это тривиальное решение поняла значит простое согласно переводится простое ну чего тиреума фирма мы с тобой доказали что она не имеет нетривиальных решений доказали да нет мы просто предположите что не имеет нетривиальных решений мы же еще не доказали чтобы доказать это талмуд писать это надо приписать доказательства теорема фирма это прям ты не писаешь сколько это страниц чтобы доказать что нет ты же должна это доказать что нет они просто взять поставь такая ну вот один плюс один получается 22 единицы правильно это же не доказательство доказывать же не так доказывать пишет талмуды пишут прям нас на каком основании там пишут причины следственные связи аксиомы все теоремы лима и так далее на основании тут и доказывать что не имеет нетривиальных решений большая тиреума прикольно такое уравнение зачем он так тоже доказать его что что имеет докажем что имеет нетривиально решить давай мы докажем это готово снимали чем зачем какое-то уровне составляет чтобы доказывать нетривиальные ли ты реально давай докажем но просто мы откроем снова большой класс задач мы с вами это решим что мы с тобой много сможем решать задачу математических вот прямо зачем открыл нам с тобой гипотезу пангары зачем я открыл потерял панкары гипотезу панкары зачем доказал гипотезу панкары для тебя для меня тоже устройство вселенной он раз он узнал все устройства себя как устроена те физики там работу над этим теоремой на дайте для всего человечества он сделал для меня для тебя для всех так если ты докажешь что теорема фирма имеет нитриальное решение до при н больше двух я лично приеду в свой город и пожмите руку ладно сайте ты получишь много больше ты получишь первых нобелевскую премию вот на не за сколько лет подращено это доказательство и вообще сможете ты доказать снова если верить то сможем до метро буду ехать и так вот это уравнение гиби нетривиальных решений за что кабинет кривиально когда мы 0 подставляем такие дела поняла да нравится тебе высшая математика очень большая теорема фирма у папы спросишь кстати попроси попроси вам доказать большую теорема фирма договорились ну да а спроси сколько имеет решений большая теорема фирма хорошо ну все отлично договорились он в шоке еще будет и да скажет что ладно а теперь происходит просто просто же это же класс это же класс это же теория чисел это теория чисел сейчас сложно давай-ка типа проще вот такой цена знать его проще сейчас вот кучки палочек числа да да короче прикольно да вот это все теория числа это все это теория числа и тебе нужно ее понимать и знать есть так весь можно выражаться поэтому добро пожаловать добро пожаловать сейчас значочки что что это значит значит что мы с тобой же обсудим все еще уроки лишь там мы рисуем с тобой эти самые как вот такие вот фигуры геометрические смотри сейчас ладно вижу тоже тебе теория числа очень нравится да это конечно есть если к такому расскажешь что никому не расскажешь ты изучаешь телечисел цель натереть большая тирея фирма и так а если сможет догадаться сама что это за значочки я теперь поставлю на сложно да конечно ну это и конечно но естественно сразу же но теория тиреям фирма для тебя тоже сразу же в лоб решить нельзя да можно осадить закрыта решается вот 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 что решается в кольце это называется кольцо вычитов вот эта штука называет кольцо вычитов называется качество единички я сама подумали сына хорошо ладно короче кольцо вычитав по суторов модулю n но это сложно вообще-то короче это сложно ладно В любом случае, мы с тобой в следующий урок продолжим теорию чисел, начнем комбинаторику уже. Договорились? Да. Все, готовься. У тебя будет теория чисел, комбинаторика, и мы договорились, что ты выпишешь все интересы задачи из всех своих этих самых примеров. Эта теория вероятности будет у тебя обязательно. Теория чисел, комбинаторика обязательно у тебя будет в обучении. Обязательно. Все. Что касается кольца вычетов, это очень интересно. То есть нам нужно с тобой, например, у нас есть число Z делить на 12Z, число 10 является неразложимым. Число 8 делится на 10, потому что 8 у нас это 2 умножить на 10, то есть с другой стороны у нас 8 равно 4 умножить на 5, ну и так далее. То есть кольцо вычетов, а 4 ни на 5, ни на 10 не делится, не является ассоциативное число, числом 10. То есть надо понять, что такие числа ассоциативные. И число 10 невозможно разложить в кольце вычетов, то есть 12Z делить на 12Z, на простые множители. То есть ты можешь разделить, разложить на простые множители, значит это кольцо вычетов, соответственно, можешь писать туда. Ладно, все, идешь отдыхать. А какой отдыхать? Те нужно делать еще много вариантов. Спасибо. Пожалуйста. Ну все, теория числа, добро пожаловать.